Всем привет! Это новости из Турции. На днях авиакомпания Southwind анонсировала старт полетов Россия-Турция-Турция-Россия. Первые полеты будут совершать по направлению Уфа-Анталья. Начало полетной программы назначено на 2 августа. Планируется выполнять 6 рейсов в неделю. Пассажиров будут перевозить на самолете вместимостью 220 человек. Еще компания планирует начать полеты в еще один город России, а именно Екатеринбург. Особых подробностей пока еще нет, но в планах компании осуществлять 6 полетов в неделю на данном направлении. Также компания Carindon Airlines намерена совершать полеты по направлению Уфа-Анталья. Полеты будут выполняться 4 раза в неделю, во вторник, среду, пятницу и воскресенье. На самолетах вместимостью 189 пассажиров. Таким образом ожидается расширение полетов из Уфы в Анталью до 22 полетов в неделю. Мы будем следить за полетной обстановкой и при первых изменениях расскажем вам об этом. А прежде чем приступить к следующей новости, хотелось бы сказать пару слов. Друзья, лучшая поддержка для меня это ваша подписка на мой канал. Просто возьмите и подпишитесь. Вам это сделать несложно, а для меня это огромная мотивация. А также вы можете авансом поставить лайк этому видео. Заранее вам спасибо. Во многих турецких отелях даже после праздников не освободилось мест. По заявлениям администрации многих отелей, свободных мест очень мало. Номера забронированы вплоть до середины августа. Это же и отмечают многие турагенты, говоря о том, что в востребованных отелях Турции большое количество забронированных номеров, как минимум до середины августа. Но это в основном применимо к отелям, расположенных в турецком городе Белек. В Кемере же обстановка обстоит более свободно. Бронирование номеров в отеле города доступно практически с начала августа. В целом обстановка такова, что популярные отели дефицита туристов не испытывают. Но все же место для отдыха найти еще можно. Ну а мы переходим к следующей новости. В четверг во второй половине дня Сбербанк сделал заявление, в котором говорилось, что часть клиентов не может воспользоваться своим мобильным приложением из-за технических проблем сервисов банка. И банк в данный момент работает над решением этой проблемы. Это заметили и многие туристы, которые в тот день не могли зайти в приложение на телефоне или же воспользоваться сайтом с компьютера. Многие туристы опасались, что из-за таких проблем они не смогут воспользоваться своей картой с платежной системой МИР. Стоит внести ясности и прояснить обстановку вокруг платежной системы МИР и ее работоспособности в Турции. Независимо от того, работает ли онлайн приложение или нет, карты с платежной системой МИР будут работать без особых проблем. Исключением является карта ВТБ банка с подключенными платежными системами Мастеркарт и МИР одновременно. Такие карты могут испытывать трудности при оплате товаров или снятие наличных в Турции. Также бывает, что возникают трудности во время снятия наличных с обычных карт системы МИР. Но это не должно вводить вас в заблуждение. Платежная система МИР работает. Просто нужно попробовать снять деньги в другом банкомате. Также стоит отметить 5 банков, которые взаимодействуют с системой МИР. Это Зираат Банк, Вакив Банк, Иш Банк, Денис Банк и Халк Банк. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!